Добрый день, мои любимые зрители! Рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Лена, кто не знает. И вам сегодня хочу я показать много-много покупок. У меня накопилось много всего. Я вам ничего не показывала. Тут и обувь, и сумки, и чайник. Классный чайник, кстати. И одежда уже на осень. Я заказывала вестой, думала придет, но немножко задержался и покажу сейчас. Скоро осень! Так что давайте начнем. Давайте начнем вот с таких вот кроссовок. Как я давно их ждала, как я их хотела. Как вы знаете, наверное, рост у меня не очень большой. И вот здесь вот есть такая платформа, как раз, которая вручает. Здесь такие вот шипы. Я вам более подробно покажу, как они выглядят. И вы знаете, я вот с китайскими сайтами есть такая проблема, то что у них с обувью немного идет несоответствие с нашей. И когда заказываешь 38 размер, до этого я заказывала, то они мне немного были маловаты, хотя я ношу 37. Эти я заказала, и вы знаете, 38 размер, в сантиметрах это 24 сантиметра, хотя у меня 23 сантиметра нога. Они мне идеально подошли. Мягкие, удобные. И вот у них вот, хотя подошва такая вот, довольно-таки есть платформа, они мягкая подошва. То есть в них удобно ходить и очень-очень даже комфортные. Советую вам приглядеться к ним. Вот они мне единственное, наверное, вот подошли и очень-очень понравились. Следующий это такой интересный очень чайник. Очень я хотела его, долго высматривала, какой же мне все-таки купить. И вот этот чайник. Этот чайник очень интересный, у него много функций и выглядит очень стильно. То есть кто любит такой вот стиль строгий, в то же время такой элегантный, наверное, он очень впишется в вашу кухню. И сейчас я вам более подробно покажу, как он выглядит. Хочу вам рассказать про этот замечательный чайник. Смотрите, какой он стильный. Вот этот цвет, вот этот стальной, он вписывается в любую кухню, наверное. Здесь вот такая вот подставка. И сейчас расскажу, почему здесь дополнительные вот эти вот принадлежности. Этот чайник предназначен он не только для того, чтобы кипятить воду, как мы привыкли, но можно ее нагреть до определенной температуры, например, 70. Здесь вот есть установки 70, 80, 90 и 100 градусов, что удобно при различных сортах заваривания чая. То есть у каждого сорта чая, наверное, вы знаете, да, каждый сорт чая заваривается при определенной температуре. Также у этого чайника есть функция, ну типа бойлера, когда постоянно поддерживается определенная температура, какая вам нужна. Вот этот вот механизм, это такой специальный механизм, чай заварочный так называемый, в котором вы можете заварить или чай, или кофе, то есть прямо сразу в чайнике. Сам чайник объемом 1,7 литров. И вот здесь вот эта крышка, она все снимается, то есть вы снимаете, и если вам нужно заварить чай, да, вы... Вот, и поставили, завариваете. То есть две функции, это как заварник и чайник, и вот это вот как бы поддержка температуры, как бойлер он бы как бы действует, и как кипятить воду. Следующая покупка это джинсовка. Вы знаете, долго я искала себе что-то подобное, я хотела джинсовку мягкую. Не знаю, я смотрела много в магазинах, рискнула, заказала на одном из китайских сайтов. Ссылочку я напишу, где я заказывала. И, вы знаете, вот пришло то, что нужно. Я одеваю прям с большим удовольствием, потому что ткань у этой джинсовки очень мягкая, и вот выглядит она как бы состаренной, как бы изношенной, но в то же время мне так комфортно, так... Не знаю, как сказать, очень-очень мне нравится эта джинсовка. Хочу вам показать вот такую сумку. Она сделана под замшу, но это как бы ткань. Я думала, конечно, что она будет немного плотнее. Я люблю такие сумки-мешки, и она немного побольше той длины, которую я ожидала, конечно, увидеть. Здесь дополнительный кармашек, и также есть дополнительный ремень. Для него есть вот такие вот зажимы. Всё это на молнии. Внутри тоже всё выглядит аккуратно, сделано аккуратно, но так как очень, мне кажется, она большой формы, я не знаю, пока пригодится она мне, не пригодится. Если что, я подарю её сестре. Но вот такой вот формы сумочка. Да-да-да, такого же цвета, как и ты. Следующее, что я заказала себе, белые джинсы. Очень хотела белые, хорошие, качественные джинсы. Долго выбирала, и на одном из сайтов увидела, заказала себе белые джинсы скини. Вы знаете, они мне совершенно не подошли. Я взяла свой размер. Но если вот посмотреть, да, они выглядят нормально всё. Они должны тянуться. Но вы знаете, ткань, вот если вот так вот посмотреть, она насквозь, наверное, просвечивает. То есть, под эти джинсы нужно, я думаю, одевать ещё что-то, чтобы не было видно там. Если у вас есть растяжки целлюлит, это будет полный кошмар. То есть, может быть, конечно, это не мой размер. Хотя, я выбирала, то есть, и смотрела свои параметры, он, как бы, джинсы мне полностью соответствовали. Они не заниженные талии, они высокие, прям по талии. Здесь. И, кстати, они не совсем белого цвета, что я хотела. Бывают белоснежно-белые, а бывают вот такие вот кремовые. Они, скорее всего, вот такого кремового цвета. Очень сильно зауженные вот такие. И, не знаю. Конечно, они мне не понравились, и я, наверное, их не одену, постесняюсь, потому что они как бы просвечивают. Ткань, конечно, не совсем джинсовая, она более такая вот. Если посмотреть состав, то здесь написано, что стопроцентный катон, но, не знаю. Конечно, они мне не понравились. Следующее, что я заказала себе, вот такое красное пальто. Давно хотела что-то подобное. Вы знаете, я это пальто, наверное, высматривала где-то полгода. Смотрела. Оно по форме, знаете, похоже на такое, как бы, свободного кроя пальто. Сейчас они очень модны, такое, как шинелька, наверное, что-то такое подобное. И я рискнула, заказала. Оно, конечно, вот если на камеру смотреть, оно выглядит более ярким. Я вот смотрю, вижу, что оно более яркое. На самом деле оно не такое яркое, более такой затемненно-винный цвет, наверное, такое что-то. Здесь такие отвороты, и здесь пуговицы, то есть застегивается. С боков есть карманы, то есть форма, вообще силуэт, мне все подошло. Я заказывала размер S. Но вы знаете, качество ткани оставляет желать лучшего. Я начала его гладить, чтобы померить, чтобы... Оно цепляет все. Даже вы гладите, когда через ткань, оставляются такие вот рубцы от ткани. Ну, не знаю, ткань, конечно, если бы ткань была другая... Вы знаете, ткань такая цепляющая и все, она не полностью, по-моему, какая-то искусственная ткань, не совсем приятная телу. Хотя, вот если потрогать, имеется в виду, здесь есть подклад такой. Нормально здесь все сделано, но единственное, вот, другую бы ткань, не такую. Вообще, пальто, форма, все-все мне понравилось. Но единственное, вот, качество ткани, которое цепляет. Ну, наверное, у вас есть подобные вещи. Частенько сейчас, в последнее время, встречаются такие ткани, которые собирают все подряд. Но это мне, конечно, не понравилось. Покажу, как оно на мне сидит. Субтитры сделал DimaTorzok